О том, как играть на Акарине, быстро, четко и без соплей. В ваших руках появилась Акарина, поэтому сразу нужно понять, что у нее есть шнурочек. Шнурочек можно повесить на руку или же надеть на шею, как это сделал я. Так вы никогда не выроните инструмент из рук и сможете легко обучаться игре. Для того, чтобы начать игру на инструменте, необходимо выяснить, как же мы его держим. Когда все отверстия открыты, у нас возникает вопрос, а что делать, чтобы инструмент не выпал? Открываем все игровые отверстия и выясняем, каким образом мы держим инструмент. У нас участвует левый мизинец, правый мизинец, безымянный палец левой руки, также два больших пальца и в качестве удержания участвуют наши губы. Здесь необходимо сделать акцент на то, что мы не захватываем слишком глубоко свистковую часть и никоим образом ее не слюнявим. Это очень важно. Далее мы пробуем издать первый звук. Для этого мы подносим свистковую часть к губам и выдуваем плавно воздух. Отверстия при этом все полностью плотно закрыты. Мы не допускаем маленьких щелочек и каких-то неточностей. Это важно. А карина – это полноценная флейта и полноценный музыкальный инструмент. Поэтому у нее есть определенная последовательность открытия отверстий. Последовательное открытие отверстий называется гамма. Отверстия начинают открываться с правой руки. Безымянный палец, средний, указательный. Если это минорная пентатоника, то мы пропускаем безымянный палец левой руки и продолжаем со среднего пальца. Средний и указательный. В обратную сторону мы закрываем так же. Далее, дорогие мои, идет самая ответственная часть, которая называется проигрывание гаммы. Мы подставляем инструмент к губам и начинаем плавно выдувать воздух. Здесь необходимо обратить внимание на важный момент. При каждом последующем открытом отверстие давление воздуха немножечко увеличивается. Чтобы было понятно, на первую ноту мы дуем немножко. А на последнюю ноту, когда отверстия все открыты, мы дуем максимально большое количество воздуха. Если же не учесть этот момент, то получится вот так. Я не изменил давление воздуха, поэтому на последнее отверстие у меня не хватило давления и она звучит неправильно. Или же После того, как мы натренировались играть гамму, на это потребуется какое-то количество времени, возможно даже несколько дней или может быть неделя. Наши пальцы должны делать все четко и точно, попадая в каждое из отверстий. Это развитие моторики наших пальчиков. После того, как мы освоили гамму, можно приступать к освоению артикуляционных звуков, таких как звук ТУ или же ТЮ. Их может быть больше. О них могу рассказать чуть позже. Но сейчас начнем со звука ТУ. ТУ. ТУ-ТУ-ТУ. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. И так на каждое последующее отверстие при открывании и проигрывании гаммы мы даем звук ТУ. И смотрим, что у нас получается. Ну а если сыграть все слитно, когда у нас не прерывается звук, получается вот так. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. Здесь я не прекращаю дыхание. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. А в первом же случае, когда я показал, я делаю вот так. ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ-ТУ. Ну и так далее на последующее отверстие. Пробуем. артикуляционный звук ту произносится при помощи языка но мы это делаем как будто бы шепотом никакого голоса здесь не присутствует иначе это будет звучать как если это делать беззвучно то это будет звучать правильно далее когда наши пальчики уже совсем натренировались мы уже чувствуем свое дыхание можно поиграть с комбинацией открытия отверстий например открывая одно или же сразу два отверстия или же сразу три отверстия может быть четыре отверстия может быть одно потом два потом четыре и потом все смотрим что может из этого получиться еще раз более медленно покажу чтобы вы запомнили пробуйте повторяйте а если все это разнообразить дополнительными артикуляционными посылами и сделать это вот таким образом и Играет музыка Почти уже мелодия, а может быть и мелодия. Пробуйте, тренируйте. Что ж, я очень надеюсь, что такие советы, такие рекомендации и упражнения помогут вам освоить начальный этап изучения и игры на этом музыкальном инструменте. В ближайшем будущем я планирую отснять подробный, последовательный видеокурс игры на Окарине. Поддерживайте это видео лайками и своими комментариями, своими пожеланиями. Я очень надеюсь, что вам этот урок понравится и придется на пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok